Важный момент, сегодня по Торе много, можно не проклинать словами, но можно дать такой совет, который приведет проклятие в жизнь человека, и цель будет достигнута. То, что сделал Авраам. И мы иногда так делаем, правда? То есть мы как бы ничего не говорим, но поступаем таким хитрым образом, что человек сам, его жизнь рушится. Давайте мы сейчас склоним головы и помолимся за Израиль. Боже, мы благодарны, что все эти годы Ты держал Израиль как сына своего за руку и не отпускал ни на секунду. И Ты расставил его шатры таким образом, чтобы они были прекрасными. И сейчас эти шатры стоят, Господь, и мы хотели бы видеть, что в середине этих шатров Твоя скиния, Твое присутствие, что Ты являешься центром их жизни, их стана. И мы просим за народ израильский по всему лицу земли, Господь, а также особенно за евреев города Одессы. Боже, мы просим о Твоем пробуждении, просим о Твоем приближении, просим о Твоем благословении. Да будет благословен Твой народ, да будут благословенны дети Твои, Господь, везде, где они находятся, чтобы они знали Тебя, Господи, и следовали в своих путях за Тобою. Во имя Ишуа Мессии, спасибо Тебе, что этот народ хороший пример для нас, какие прекрасные отношения можно иметь с Богом. Боже, мы благодарим за нашего старшего брата, за того, который был первый, через которого мы учимся. Мы благодарим за еврейский народ. Благословляем Тебя, Господа, который благословляет. Бешем Ишуа Машеха. Амин. Амин. Итак, друзья, я хотел бы поделиться тем словом, которое Господь положил мне на сердце. И те люди, которые видели, как в течение всей недели я готовился, у нас были определенные размышления над всем тем, о чем я хочу сегодня с вами поделиться, видели, что много есть, что сказать. Итак, многие из нас представляют Господа таким хорошим отцом. И это правда. Я вам хочу сказать, что хороший отец, я верю, что он отец, потому что Бог его обучает. Даже если это неверующий человек. Я верю, что Господь вкладывает то доброе, что есть в нашей жизни, в нас и учит. И в последнее время, если вы посмотрите различные богословские книги или послушаете проповеди, вы увидите, что очень много говорится о том, что Бог любящий. Правда? Это наследие определенной теологии, богословия 19-20 века, когда Бог становится чем-то очень близким, кем-то близким тем, кто... Вот знаете, как бы можно делать с ним что угодно фактически. Такой приятный плюшевый мишка, дедушка, которому вы залазите на колени, и он вас гладит и кивает просто головой. И даже если ты нашкодил, он как бы говорит, а, ладно, крови Христа достаточно, простим. Да, и ты думаешь, как классно. Вообще можно делать что угодно. Косячить на правой, на левом, все равно простит. Мы же на коленях у Господа нашего. И на самом деле я хочу еще раз сказать, что это наследие определенного богословия, потому что не всегда так было. Если вы посмотрите то, о чем учили в средние века, вы увидите немного другую картину Господа. Господь, который приходит в жизнь человека, он приходит как властелин, как некто великий, который влияет на жизнь человека, как царь. И согласитесь, немножко большая разница есть между образом царя и образом милого дедушки. Хотя внешне они могут выглядеть одинаково, согласитесь, правда? То есть в нашем разуме царь это тоже дедушка, который с бородой в короне и на троне. А здесь у нас свой дедушка, который подарки дарит. Но тем не менее функция царя и функции родного дедушки, они в общем-то разные, правда? Царь это личность, которая обладает властью, и мы прекрасно это понимаем. И эта личность, она способна спрашивать. И если мы посмотрим на притчи Иисуса, Ишуа, мы увидим, что многие из них начинались таким образом, что приводят людей к царю. Помните, да? И царь, он нечто спрашивает, приводит должника к царю, и царь говорит, рассчитайся со мной. Тот говорит, нету. И мы помним, что не совсем там дедушка проявляется, правда? Что там суровый человек, который говорит, если ты не можешь мне заплатить свой долг, тогда продайте все, что есть у него. И его, и детей, и имущество, все. Хотя бы часть буду иметь. И только потом наступает определенная такая, ну как бы развязка для нас, когда этот слуга падает в колени и говорит, батюшка, помилуй. И тот говорит, ладно, помилуй. В порядке исключения, помилуй. И мы знаем эту притчу дальше, когда этот человек сам поступает неправедно, царю жалуются, помните? И что делает царь? Он снова царь, который говорит, привезти. И там, ну как же, ну вы же простили меня, пока не отдашь долги. Мы не очень хотим видеть этого царя, если честно. Мы хотим видеть дедушку. Приятного, плюшевого, которого можно теребить за бороду еврейскую, и говорить, эх, хорошо, что он меня любит, правда? И так, на всякий случай, не думать о том, что он может быть в плохом настроении. Итак, я хотел бы, чтобы мы поговорили об этом сегодня. И я хотел бы коснуться вообще изначального, ну вот как бы задума Бога. Я снова и снова понимаю, что нам необходимо возвращаться в книгу бытия. Потому что многие вещи начинаются оттуда. Они как бы дают нам правильную основу и правильное основание. И вы помните ту историю, с которой все это началось. Весь этот бардак, который вокруг нас начался. Это история Адама и Евы. Столько об этом говорили, что я не думаю, что нам нужно подробно это разбирать. Тем не менее, я хотел бы, чтобы мы обратили на Бога внимание. Как ведет себя Господь во всей этой истории. Итак, это то событие, с которого все началось. С этого плода, с этого помидора, который съела Ева. Вы знаете, что там не яблоко было, да? Неизвестно, что там было. Пускай будет помидор. По крайней мере, может быть, вы запомните, что там что-то было. И так, съела Ева помидор и поделилась с Адамом. И, может быть, если бы этого не произошло, жили бы они долго и счастливо, но это случилось. Что Бог делает? Он, в общем-то, изначально, что Он делает? Как вообще была эта ситуация? Как она выглядела? Не было людей. Бог создал людей. Он помещает их в идеальное место. Хотели бы жить в идеальном месте? Я бы хотел. Мы всю жизнь боремся за то, чтобы жить в идеальном месте. Ну, просто, реально. Мы думаем об этом. Где бы квартиру получше, там, где шума нет, там, где хорошие экономические условия. Вот там было все то, что нужно. И все было устроено, направлено на то, чтобы они имели правильные отношения, чтобы они были здоровы, чтобы у них была еда, у них была работа, была определенная ответственность управлять садом, хранить, возделывать его. Всего лишь один запрет. Не кушать с определенного дерева, на котором растут помидоры. Все, что было сказано Адаму и Еве. То есть, плод с этого дерева не кушай. Казалось бы, несложно. И мы понимаем, что Ева, она искусилась. Змей-искуситель наговорил ей всякой ерунды. И они получили последствия за свой поступок. Их выгнали с этого идеального места. Я вам скажу, сколько читаю, столько мне их жалко. Как хотите себе, мне их жалко. Потому что очень глупо, в общем-то, разрушили. Я думаю, что даже в самых страшных кошмарах Адам и Ева не представляли, что могут быть такие последствия. Ведь, согласитесь, это были люди, которые не имели опыта греха. Ну, не было опыта греха. Они не знали, что такое смерть, убийство, измена, что такое война, что такое, когда все горит, разрушается, что такое брошенные дети, болезни. Они не знали этого. И если бы они увидели хотя бы краешек вот такой вот истории, я думаю, что они бы в жизни не подходили к этому дереву. Возможно. Правда? Но, тем не менее, это случилось. И тут, в общем-то, все эти короткие слова, которые им Бог сказал, смертью умрете, они становятся реальностью. И знаете, что это мне напоминает? Я не знаю точно, что они пережили. Это вот, возможно, вы видели такие, ну, где-то по телевизору, когда молодая, красивая школьница, которую соблазнил старшеклассник, она выходит из консультации и понимает, что с этого момента ее жизнь полностью изменилась. Ей бы жить и жить еще. А она глупая дурочка такая вот, повелась на все вот эти вот разговоры и обещания. А сейчас ей в 15 лет надо воспитывать ребенка, и уже никогда ее жизнь не будет прежней. Вот примерно что-то такое, возможно, знаете, такое ужасное пережили Адам и Ева. Все перечеркнуто одним решением. Одно небольшое решение. Я вспоминаю такую историю. Однажды, не помню, кто точно мне ее рассказывал, но один верующий парень, он был сыном служителя, и в какой-то момент своей жизни вот надоело ему быть верующим человеком. Он сбунтовался как-то перед папой так и просто, как говорится, топнул ножкой. И просто вот в пику, вот просто вот в бунте таком, это такое, знаете, вот эмоциональное состояние, разовое у него было. Он пошел где-то в клуб, выпил, познакомился с девушкой и пошел с ней где-то там, знаете, заночевал. Когда он утром проснулся, ее уже не было, на столе лежала записка. Добро пожаловать в клуб ВИЧ-позитивных. Все. Он прочитал и похолодел, потому что он понял, что одно вот такое решение навсегда перечеркнуло его жизнь. Ты можешь приходить потом в церковь, ты можешь приходить потом обратно к отцу, ты можешь каяться и делать, ну, что угодно уже. Но это уже случилось. С этого момента твоя жизнь, она никогда не останется прежней. Мосты полностью, бесповоротно сожжены. Только чудо какое-то необходимо. Такое сверхъестественное вмешательство Божьей силы для того, чтобы отменить последствия твоего выбора. Казалось бы, ерунда. Это не свойственно тебе ни вчера, ни третьего дня. Это было разовое действие. Ты просто дурканул. Так бывает с нами, согласитесь, правда? Мы что-то там, эх, эмоционально на подъеме. Да я там... А потом последствия. Все серьезно. Все серьезно. Точно так же переживали Адам и Ева. Их слова, которые Господь им сказал, они были очень короткими. Результат был на тысячелетия. Мы с вами живем в результате. Мы боремся с этим результатом. Мы знаем, что еще пройдут годы, пока последствия не будут сверхъестественно изменены Господом. Можно было бы их, в общем-то, пожалеть, сделать виноватым змея. И очень легко это, да? Но мы знаем, что змей получил свою награду, свое наказание от Господа. То есть он тоже не ушел без наказания в этой истории. Но тем не менее, мы сейчас с вами не о змее думаем, правда? Мы думаем о своей жизни. Мы думаем о жизни наших близких. Итак, приходят последствия. Давайте мы посмотрим, чему мы можем научиться о Боге во всей этой истории. Это очень важно понимать, друзья. Прежде всего, он объясняет человеку порядок вещей, как все устроено. Вот он приводит их в сад, и он говорит, смотрите, это сад. Вы можете кушать отсюда, а вот здесь, с этого помидорного дерева, вы кушать не можете. То есть он, как добрый хозяин, объясняет порядок. Он объясняет последствия выбора, результат, который придет. Он говорит, если вы скушаете, то придет вот такой результат. Смертью вы убрете. Дальше мы понимаем, что Бог, Он вездесущий. Он видел тот момент, когда Адам с Евой кушали эту помидорину. Он видел этот момент. Он мог сказать так, и можно было бы их остановить. Правда? Ну, вот согласитесь, он мог молнию какую-то дать. Он мог, в конце концов, какую-то колючую проволоку натянуть для разнообразия вокруг этого дерева. Но он этого не сделал. То есть он позволяет человеку выбрать. И это очень важный пункт. Бог позволяет человеку выбрать, даже если этот выбор изначально будет неправильный. И он позволяет результату случиться. Результату выбора случиться. Знаете, на что это похоже? Вы когда-нибудь детей своих конфетами угощали за спиной? Вот, предположим, у вас есть конфета, вы точно ее дадите, вы все это знаете, но вы хотите с ними поиграть. Вы заводите руки за спину и говорите, в какой руке? И он стоит, типа думает. Говорит, в левой, а у тебя в правой. Ты быстро меняешь конфету и говоришь, молодец. Правда, да? То есть вы позволяете выбору быть правильным. А как сделать так, чтобы выбор случился? Он говорит, в левой руке, а ты говоришь, не угадал. Открывайте конфету и идите прямо при нем. И слезы, и плачь. То есть вы же так не делаете. Вы же как бы смеются, те, кто пережил это. Я понимаю. Бог не меняет руки за спиной. Послушайте, это важно понимать. Он говорит, выбрал? Ну, что ж. Ты выбрал? Получай. Очень интересно, что рождается грех. И знаете, что рождается в тот же момент? В тот же момент рождается наказание. Как говорил когда-то Дмитрий Юткевич, они рождаются одновременно, только у наказания есть маленькие ножки. И они очень долго иногда идут к человеку. То есть наказание, оно есть, но оно еще не пришло в твою жизнь. Ты еще не почувствовал его последствия. Но оно уже точно есть. Потому что если есть грех, рождается и наказание. И наказание существует только по той причине, что существует грех. Его бы не было, если бы не было греха. Вы понимаете это, да? И когда мы видим эту историю с Адамом и Евой, мы видим, что каждый получает свое наказание. Адаму Бог рассказал одно, Еве другое. Для них, как для людей, было нечто общее, да? Смертью вы умрете. Змей получил себе, тоже потерял лапы и стал на брюхе ползать и там кушать прах, кушать падаль и так далее. Итак, когда мы говорим о дальнейшем развитии истории человечества, мы видим, что Бог приготавливает человеку путь для возвращения в изначальное состояние, в состояние праведности, правильного положения перед Ним. И очень интересно, что этот путь, он построен не так, как хочет человек. Он построен на условиях Бога. Бог говорит, послушай, ты понимаешь, что ты натворил? Понимаю. Теперь ты можешь ко мне вернуться, но путь этот узкий и тернистый, он не простой. Мы могли бы сказать, послушайте, ну извините, а что нельзя попроще? Ты же всемогущий. Сделайте, пожалуйста, нам попроще. Давайте мы с вами поторгуемся. Бог говорит, нет, послушай, я не буду с тобой торговаться. Я не вхожу в дискуссию на этот счет, но у тебя есть шанс изменить все то, что ты натворил когда-то. И это выглядит вот таким образом. Ты не можешь его поменять, ты не можешь сделать его удобнее, приятнее. Ты можешь возмущаться сколько угодно, что это несправедливо. Да, пожалуйста, возмущайся. Но ничего не изменится. Ты не пройдешь этим путем, если ты не идешь на моих условиях. И никто из нас не может навязать, никто не может схватить Бога за бороду и заставить сделать каким-то таким вот своим образом. Этот путь в Писании назван путем покаяния, путем тшувы. То есть тшува или покаяние, это определенный период времени, это определенный набор действий, который направляет нас куда? Направляет нас к Богу. Это дает нам возможность исправить все то, что мы поломали. И если мы посмотрим Матфея 9 главу 11-13 стих, мы увидим следующее. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? И Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, смотрите, друзья, когда вы в своей жизни приходите к хорошему врачу, вот классному врачу, который будет вас лечить. Вы знаете, как этот врач будет вас лечить? Он будет лечить вас таким образом, как это удобно, или скажем так, как это будет правильно для вас. Что это значит? Иногда врач может сказать, значит, тебе надо наложить на ногу шину или на руку, или на плечо. Ты говоришь, а можно не шину? Он говорит, можно, только это работать не будет. А что, вот как-то вот так? Нельзя. А вот так? Нельзя. А что можно? Вот так можно. А мне неудобно, это некрасиво, я не буду так вот. Терпи. Но, как хочешь. Хочешь быть здоровой? Хочу. Терпи. Но, терпи. Ладно. Улавливаете смысл? Да. Хороший врач проводит свою терапию, так, как считает это наиболее полезным и правильным для вашего выздоровления. Точно так же делает и Господь. Очень интересно, что мы не любим говорить о Божьих наказаниях. Тема непопулярная сегодня, правда? Мы любим говорить о Божьем прощении. И вопрос, когда Бог меня наказывает, мы говорим, не, 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 это не Бог, это бесы. Бесы в твоей жизни! Не соглашайся. А почему так? Почему мы отвергаем Божие наказания? Почему мы смотрим на Бога таким образом, что мы считаем, что Он не может и не имеет права нас наказывать? Потому что Он в нашем понимании добрый дедушка? Но это не так. Это не то, что мы видим в Писании. Очень часто, друзья, столкновение с результатами нашего выбора, оно способно подтолкнуть нас к покаянию. Вы это знаете, да? Периодически можно встретить таких людей. Вот он чем-то болеет. Болеет, 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 болеет. Уже всех замучил своими болячками, к врачу не идет. Но болеет страшно. И в конечном итоге, когда уже все очень плохо, когда уже завозит его скорая куда-то, ему там расписывают такую простынь, знаете, с тем, что нужно принимать, вдруг его жизнь меняется. Здоровейший человек становится. Там диету, там то, там то, там то. Он столкнулся с последствиями своего выбора. И он понимает, что выделываться дальше некуда. Дальше уже смерть. Или какая-то инвалидность такая взрослая. Уже надо браться и менять свою жизнь. То есть столкновение с результатом нашего выбора, оно способно подтолкнуть нас к изменению. Человек позволяет себе кушать все, что угодно. Позволял, позволял, прихватило сердце, сдал кровь на холестерин и понял, что скоро. Либо ты худеешь, либо ты приводишь себя в порядок, либо просто смерть. И ты худеешь, либо просто смерть. Понимаете, да? Суть. Уловите саму идею. Итак, Евреям 12 глава с 4 по 14 стих. Написано следующее. Евреям 12, 4, 14. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Вы вообще вот это видите, да, что там написано? «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». И там «не пренебрегай». Что? Увещевание, утешение, наказание. Послушайте, четко написано об определенном Божьем наказании. Я не хочу сейчас провозгласить в нашу жизнь проклятие, не подумайте. Это есть реальность Божьих взаимоотношений с человеком. Дальше. Если вы терпите наказание, если вы терпите, да, то есть, если вы проходите реабилитацию, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец. И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То есть, иными словами, если в вашей жизни нет Божьего такого дисциплинарного участия, это говорит о том, что он не проводит с вами определенную корректировку, как отец. Да? Уловили смысл? То есть, если вы говорите, что он ваш отец, тогда будьте готовы к тому, что будут определенные корректировки, дисциплинарное вмешательство Господа. Еще раз хочу сказать, я не говорю о каком-то таком приятном, легком обличении. Я говорю о серьезных вещах, потому что мы видим, как это было в жизни Адама и Евы. Ты себе что-то ляпнул и думаешь, что это ничего не значит в духовном мире. Не-не-не, не спеши. Не спеши быть таким быстрым. Недостаточно иногда сказать, знаете, ребенку нашу, а, простите. Мудрый отец, он всегда знает, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, а, простите. Он понимает, что ты ничего даже не расстроился. Ты просто не хочешь иметь встречу с последствиями. Твое сердце по-прежнему не изменено. Он говорит, я тебя прощаю, но у тебя будет вот такой непростой период жизни. Я же попросил прощения. Я принял, но я хочу быть уверен, что ты больше это не будешь повторять. Уловили суть, да? Смотрим дальше. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы видим, что целью всего этого процесса является воспитание в нас мирного плода праведности. Бог не какой-то просто безумный Отец, который готов нас лупить направо и налево. Его целью выстроить нас внутри, чтобы вырос этот плод правильного положения, праведности перед Господом. И на самом деле, когда Бог работает здесь с нами, с верующими людьми, с Его детьми, здесь, на земле, знаете, что дает нам это? Это дает нам определенное преимущество. Когда придет время Божьего суда, там, в вечности, мы не будем в этом суде участвовать. Потому что те наказания, которым люди будут подвергнуты, ах, верят они или нет, но это произойдет возле Белого престола, когда будет Великий суд Божий. Что там будет? Там будет царь, не дедушка, там будет царь, и достанутся книги, и будет серьезный разговор, и каждый отдельно будет стоять и рассказывать о своей жизни, о своем выборе, о своих решениях. и ты не сможешь сказать, это там змей. Спокойно. Со змеем поговорят позже, он в очереди. И получит змей свое, но мы разговариваем с тобой. И Бог дает благодать тем, кто называется его детьми, пройти этот период духовной шлифовки, духовного обновления, изменения, преобразования в страхе Божьем здесь на земле. Написано, что время начаться суду с Дома Божьего. То есть что-то должно происходить, мы должны судить самих себя, судить словом, судить тем, как Бог смотрит на это все. И пока мы живые, написано живому есть надежда, а мертвому нет надежды. Мы с вами живы, и у нас есть надежда. И я верю, что Господь использует определенное свое давление в нашу жизнь, чтобы преобразовать нас. Он позволяет нам столкнуться с последствиями нашего выбора, даже если это такое что-то мимолетное. Ляпнул языком. Бог говорит, отлично, это называется хула, это называется унижение, это называется гордыня. Будет результат. Бог говорит, ты делал, я молчал, ты что думал, что я такой, как ты? Только из-за того, что я молчал, ты думал, что я такой, как ты, что тебе все с рук сойдет. Он ответит за свое, а ты ответишь за свое передо мной. и как сын мне есть, как отцу тебе что сказать. Итак, очень хорошая вообще история, которая это все, вы знаете, друзья, нам освещает, это история, которая описана в Луке 15 главе, мы не будем касаться конкретных стихов, это история о блудном сыне. Вы помните, молодой человек, он после определенного бунта перед отцом забирает часть наследства при жизни, уходит, живет в другой стране, спускает это имущество, где хочет, девушки и все остальное, друзья. И когда деньги заканчиваются, он пытается как-то найти работу, ну, понятно, кушать хочется, но никто не хочет такого работника, потому что работать он не умеет, а всю жизнь, в общем-то, он тратил чужие деньги. И мы знаем, что в какой-то момент наступает такой серьезный период кризиса в его жизни. Такое вот состояние, что ужас. И фактически он как бы удаляется одно корыто. Мы помним, что его нанимают кормить свиней, он пытается хотя бы там что-то поесть, этих свиней забрать. И он, знаете, что, он просто вот как бы дошел до точки все, ударился об это корыто. И его сердце, оно начинает меняться, в его сердце созревает покаяние. И это покаяние настоящее. Настоящее покаяние, когда он четко понимает, кем есть его отец, он понимает, где он находится. И он понимает, что по-человечески он не имеет права вернуться и требовать то, что он мог бы требовать, если бы он, например, знаете, поехал где-то учиться в институт в другую страну. И ты приехал, и как бы все же нормально, отношения есть. Он понимает, что отношения нарушены. Нет так просто, чтобы вернуться. Он понимает, что все, что он может надеяться, это просто, что ему дадут работу, потому что он знает сердце отца, что оно более милостиво, чем те люди, которые вокруг него. Он хотя бы с корыта ему разрешат кушать. Лучше уж так. То есть настоящее покаяние. Хотя он понимает, что отец ничем ему не обязан. Он отдал ему часть наследства. И это тоже очень важно понимать, друзья. Бог не обязан, услышьте это, сразу же после нашего покаяния менять обстоятельства нашей жизни. Еще раз. Бог не обязан после нашего с вами покаяния менять обстоятельства или результаты нашего выбора. Иногда проповедуется, что все будет хорошо. Я вам не обещаю этого. Я вам скажу, что вас труд ждет великий, когда вы придете к Господу, потому что вы увидите, что в вашем сердце намного больше зла, чем вы себе думаете. и слой за слоем будет Бог собирать эту грязь, этот шум, который всплывает и очищать вас. Некоторые говорят, я был неверующим, был хорошим человеком, пришел в церковь, стал гадом последним каким-то. Откуда это все? Оно было в тебе, просто ты не сравнивал себя с той чистотой, которая есть у Господа, с его святостью. Итак, Бог может отменить результаты нашего выбора, но Он не обязан. Услышьте это. Никому ничего Он не обязан. Может, но не всегда это действует. Как в том примере с этим парнем, который всего лишь одну ночь провел не в том месте, не с тем человеком. Он может исцелить его от ВИЧ, да, но он не обязан. И возможно, что это будет ранняя смерть. Но это будет смерть верующего человека, который действительно имеет правильное взаимоотношение с Господом. Улавливаете, да? И его вечность, она будет хорошей. Его будущее, оно будет хорошим там, после смерти. Цель покаяния, друзья, услышьте, не изменить обстоятельства, но сделать возможным общение с Отцом. Еще раз. Цель покаяния, не изменить обстоятельства, но сделать возможным взаимоотношения. Это очень-очень важно понимать. Вы знаете, друзья, как верующие люди, мы очень сильно склонны с вами в том, чтобы помогать тем, кто попал в какую-то беду. Это очень нормально для верующих. Мы часто призываем, смотрите друг за другом, поддерживайте, помогайте на улице, везде, и так далее, и так далее. И это понятно, ты смотришь на такого несчастного человека, ну как ему не помогать? Так и хочется ему помогать. Посмотрите, как его жалко. Он такой бедный, несчастный, одинокий, и так далее. Но здесь очень и очень нужна мудрость. Я бы хотел, чтобы вы правильно меня понимали, о чем я говорю. Мудрость в том и понимание, как человек оказался в этом положении. Что произошло в жизни этого человека? Может перед вами тот блудный сын, который приходит, и он уже готов кушать с корыта, но не готов вернуться к отцу. Улавливаете идею, да? И обычно, когда вы начинаете действительно интересоваться судьбой такого человека, в ней вы всегда встречаете трех персонажей. И я хотел бы, чтобы вы увидели это. Три персонажа фактически любой истории. Я видел это много раз. Прежде всего, это сам человек. Тот человек, с которым вы разговариваете. вот он сидит перед вами, такой несчастный. Знаете, кто он? Он обычно жертва. Он обычно жертва обстоятельств. И вариации могут быть совершенно разные. Он очень одаренный и талантливый, но когда-то он был очень сильно обманут кем-то. Может быть, женой, тещей, родственниками, братом, государством, друзьями, девушкой, парнем. неважно. Кто-то его жестко кинул. И такая вот у него судьба нелегкая случилась. Но в любом случае, вы должны понимать, что он однозначно жертва обстоятельств. непонятно до конца в чем причина, но он жертва. И он просит вашей помощи. И мы когда рассуждали об этом, вспомнили с Кириллом, мы встречали одного афроамериканца, он не американец, африканец в Африке. Мы сидели на веранде вечером как-то, и он пришел такой пьяный-пьяный бомж, такой, знаете, просто африканец. И он такой, два слова, пацаны. Хочу с вами поговорить. Я очень талантливый, я гениален, так и говорит, прямая речь у него такая. Вы знаете, если вы начнете вкладывать деньги в меня, и я готов принести вам невероятную прибыль, но чтобы вы понимали, рядом с ним находиться нереально было, запах такой просто какого-то дешевого виски, с немытым телом годами, вот просто ты понимаешь, потерянный самородок Африки. Мы начали с ними так и сяк, он начал злиться, не разговаривайте со мной таким образом, я на самом деле очень важный человек. Ну, суть вы уловили. Не всегда этот человек, с которым вы разговариваете, он выглядит вот так, но суть сводится к одному, в моей жизни все пропало, было это, а теперь вот так. И как правило, когда он говорит, всегда есть какой-то злодей или злодеи. Ну, в любом случае, это нечто, что его преследует, то, что стало причиной такого несчастья, такого горя, такой вообще как бы ужасной ситуации. и третья личность это спаситель, собственно говоря, вы. Он же к вам пришел, зачем он пришел, чтобы вы его спасали, друзья, все очень просто. Вот тот человек, который нужен для решения этих нелегких проблем. И вы знаете, что, это просто невероятное чудо. Вы наконец-то тот человек, который способен ему помочь. Вы можете его решить проблемы. Вы же верующий, вы ведь точно верующий, да, вы можете. Вот я был в разных церквях, они не могут, но вы можете. ты такой думаешь, о, ну действительно, я же должен доказать ему, что вот они, короче говоря, не могут, а я таки могу. Я же таки спаситель. Как нам Господь велел, спасайте всех, спасайте идущих на смерть, та-та-та-та-та-та-та-та, и пятая, десятая. Ну то есть ты не вникаешь в эту суть, правда? Ты не вникаешь в эту суть, но синдром спасителя у нас часто бывает. Итак, так выглядит этот треугольник. Это краткое обобщение целого ряда историй. Если вы когда-либо консультировали людей, вы запросто можете это увидеть. И мы очень любим играть в игру под названием «Спаситель». И, конечно, мы подчеркиваем то, что Бог является истинным спасителем, но, в общем, нам приятно, что нас так называют. Правда? Хочу вам кое-что сказать из опыта. Как правило, весь этот треугольник построен на вранье. В большинстве случаев. Услышьте меня? Я сейчас чьи-то замки разломаю. Очень часто вот такое вот общение, оно построено на вранье. Тонком, красивом, грамотно продуманном, иногда переплетенном в такие вычурные, знаете, орнаменты, например, еврейства, какого-то такого христианства, гуманизма, поддержки и так далее и тому подобное. Если вообще с холодной головой вникнуть в то, что произошло, то в большинстве случаев вы поймете, что жертва на самом деле очень даже не жертва, а злодей далеко не всегда злодей. И, в общем-то, вы нужны этой жертве только для того, чтобы была творима воля его, а не воля ваша и тем более не воля Господа нашего. Он сам хочет использовать вас для своих целей. И его абсолютно не беспокоит, что думает об этом Бог. При этом вы знаете что? Он готов с вами помолиться молитвой покаяния. Да не вопрос. Главное, делайте, что нужно. Я извиняюсь, вы были когда-нибудь в детских домах? Были, да? Я был несколько раз в своей жизни. Я был впечатлен. Я не хочу ничего сказать. Помогайте детям из детских домов. Я хочу сказать, что очень быстро они учатся быть жертвами ситуации. Я помню, я был просто потрясен до глубины души. Я не помню, где это было. Ну, где-то в Одесской области, но конкретно где, я не помню. Мы приехали, привезли различные подарки. И дети, они грамотные абсолютно. Они хинч, собрались. И слышу, там старшие есть, воспитательные. Кто это приехал? Верующие. Они такие, отлично. Такое ощущение, что тумблер включили. Программа верующие, знаешь. Они такие, я знаю стишок, а я знаю то. А я знаю то. Хинч, кружочком по сетам. И там все, просто. И кто-то тут смотришь, там держит тебя за руку уже. Как хорошо найти папу после стольких лет. И ты такой, ну, ребенок, уйди от меня. Я тебе не папа. Но ты понимаешь, что, ну, это система. Это система, чтобы ты как-то дал им что-то, откупился от этого чувства вины, что ты не можешь им помочь. И просто спас их. И как-то, и искал еще где-то деньги. Они же, посмотрите на них. Вы видите, как это? Но на самом деле, вы понимаете, что да, они жертвы. Они жертвы всего того, что происходило. И действительно, они нуждаются в помощи. Но я говорю это для примера, чтобы вы увидели, как работает вообще вот это мышление, этот треугольник, это общение. Итак, когда вы говорите с таким человеком, вы понимаете, что на самом деле он хочет решить свои вопросы, но он не хочет вернуться к Богу. Ему не нужен Бог, даже если он с вами помолится, даже если он придет в общину. Ему Бог не нужен. Я не говорю, что вам не нужно помогать таким людям. Помогайте, но просто знаете что? Четко понимайте, что вы делаете, и кому вы делаете, и какую роль вы играете. Потому что следующий этап, если спаситель плохо помогает, он становится злодеем. Было такое у вас? Было. Друзья, у меня было это не раз. Приходит человек к тебе на консультацию, говорит, ай-яй-яй, моя жена плохой человек, совсем-совсем меня не любит, ах, плохо себя ведет. Да, ну расскажи, как же вы там общаетесь? Вот так, вот так, вот так. А ты как? А я вот так. Так ты понимаешь, что ты вообще, ну, вообще, что ты творишь? Как ты живешь? Как ты с ней себя ведешь? Как это? Нормально себя веду? Нет, смотри, Библия говорит, раз, два, три, четыре, пять. Подождите, подождите. Ты что, ты хочешь сказать, что ей не надо меняться, мне надо меняться? Я говорю, нет, обоим надо меняться. Не-не-не, я не согласен, ей надо, мне не надо. Ну, как хочешь, я тебе сказал, последствия у вас будут раз, два, три. Все, понял, понял, помолились, ушел. Слышу, никогда больше я к нему на консультацию не пойду. Разве это консультант? Разве это служитель? Вы бы знали, какие он мне советы сказал. Понимаете, да? Он пришел ко мне как спасителю. Я, видите ли, его не спасал. Я стал злодеем. Так устроены эти взаимоотношения. А он по-прежнему жертва. И знаете что? Он будет искать следующего спасителя и найдет в свое время, найдет оправдание всему тому, что он делает и как он поступает. Так устроены люди. И вы видели такое. Приходят, я еврей, помогайте мне. А там меня бросили, я ходил в церковь. В церкви меня отвергли. Мы как же, это же еврей. Давайте окружим его любовью. Соберем ему деньги. Не вникая в его жизнь. Не вникая в подробности. Не вникая в какие-то детали. Помните, года три назад у нас такой вот мелькнул здесь по общине. Давид такой был, да? Который рассказывал историю про жену, которая болела. Там девочка, почка там и все. И там кто-то даже постился из нас. И все, и все. Вот это тот случай. Он собрал деньги с общины, уехал и поехал в Кемовскую общину. Там собрал деньги, потом поехал в третью общину. Мы только потом слышали его путь приключений. Итак, а все почему? Потому что мы вот такие наивные. Мы слышим слово «еврей», и у нас забрало падает. Мы спасители евреев, мы же мессианская община, правда? Ни тебе вникнуть, ни тебе разобраться, ни тебе подумать головой. Ну просто, реально, даже просто вникнуть. Вы поймите меня правильно, я за помощь евреям. Но я за то, чтобы мы понимали, кому, что и как мы делаем. Потому что Бог не всегда спешил выходить на встречу еврейскому народу. Вы знаете это? Бог не всегда, далеко не всегда исполнял все капризы еврейского народа. Он боролся с этими капризами. Я верю, что Бог заинтересован в измененном сердце, во взаимоотношениях, а не просто, чтобы перед тобой сидел сытый, наглый и неуважающий тебя человек за твой счет. Понимаете, да? То есть будьте в вашей цдоке, в вашей помощи теми, кто понимает, что делает. Итак, нам очень и очень нужна мудрость. И те моменты, когда мы помогаем кому-то. Если мы не видим в человеке вот этого желания примириться с Богом, наладить отношения. Если такой человек призывает вас к участию в их жизни, будьте мудрыми. И я верю, что цель общины не решать вопросы грешников и нести их долги, где-то остановиться за них в проломе. Я верю, что цель общины помочь им примириться с Богом в первую очередь. А потом, если ты видишь, что человек действительно хочет вернуться к Отцу, помочь ему всеми силами это сделать. Друзья, услышьте это. На самом деле, очень часто такие вот несчастные люди, они являются жертвами не просто обстоятельств. Они жертвы своих неправильных решений. Выбора какой-то гордыни, амбиции, безответственности. Они сами привели свою жизнь в то место, где они находятся. Но они приняли когда-то решение забрать наследство, уйти от Отца в Освоясии. Сейчас они сидят тут просто у разбитого корыта, рассказывают вам свою историю. «Вы знаете, я бедный молодой еврей. Отец выгнал меня из дому, дал каких-то денег. Я пытался начать бизнес. Меня кинули. И сейчас я сижу здесь у корыта. Вы, конечно, можете меня покормить. Вы благое дело сделаете. Но я здесь. Неужели вы оставите меня здесь, среди этих гоев, среди этих язычников?» Вы понимаете, да? Вся история остальная, она просто упускается. Им нужно просто, чтобы вы им подали. Прожить еще один день. Получится так, получится. Не получится так, а что терять? Все равно ты на том месте сидишь. Может быть, найдется кто-то глупенький, который поможет. Вся эта история, она очень понятна, когда мы говорим о чем-то ужасном. О каких-то дремучих алкоголиках, о наркоманах, о каких-то таких просто жутких моментах. Но вы знаете, что огромное количество подобных историй имеют менее черный окрас. Это, например, студент, который гуляет по ночным клубам. И в какой-то момент его вот-вот отчислят из института. Бедная мама верующая хватает все деньги, бежит, сует там, кому нужно. Лишь бы только бедненького снова забрали. А что будет, если его выгонят? В армию заберут. А что будет, если в армию пойдут? А вдруг он на войну попадет и убьют его? Ну, не вопрос. Ты можешь платить за него, только ничего не меняется. Понимаете, да? Эти состояния называются созависимостью. Это может быть какая-то ваша подружка, которая названивает вам 59 раз в день и жалуется на какие-то взаимоотношения. Вот там есть, я ей позвонила, она мне сказала, а я ей ответил. И ты понимаешь, что на самом деле вопрос не в этом. Вопрос в том, что вашей подружке нужно научиться рот держать на замке. Контролировать свои эмоции и вести себя адекватно. Тогда и люди с ней будут вести себя адекватно. Но вы не можете это сказать. Вы же спаситель. Вы начинаете ее ободрять. Ну да, да, она плохая, там вот. Давай ее будем сейчас про нее все говорить или там еще что-то делать. Это созависимость, друзья. Это сын алкоголик, который ленится найти работу, сидит на шее у престарелой мамы. И видите ли, у него такое, вот знаете, сердце особенное. Он очень нежный человек. Там девушка его бросила, у него депрессия была 10 лет. Потом жена бросила еще 15 лет. Потом он взял кредит на новый телефон, не смог заплатил, но мама заплатит. Ничего страшного, что мама уже при смерти от всех его долгов. Вы понимаете, да? Это созависимость. Но каждый человек, кто принимает участие в жизнях этих людей, он говорит, я не созависим. Я спаситель. Я тот, кто помогает. Я пытаюсь сделать так, чтобы этот человек не встретил последствия своего выбора. Вы понимаете это, да? Все эти люди, они лишают этих людей, которые страдают, встретиться с последствиями своего выбора. И как мы смотрели с вами, Бог так не делает. Бог позволяет последствиям случиться. Бог позволяет последствиям случиться. Услышьте только меня правильно, друзья. Я абсолютно за социальную помощь разным населением, слоям и так далее. Я за материальную поддержку тех, кто нуждается в этой помощи. Но давайте будем честными и не будем делать вид, что эти люди хотят найти взаимоотношения с Богом. Если они даже не пытаются делать в сторону Бога какие-либо шаги. Давайте просто хотя бы для себя будем честными. Я помогаю. Бог полагает мне это на сердце. Но я знаю, что этот человек на самом деле не ищет Бога. Вы свободны помогать кому угодно. Так, ну это нормально. Вы можете, идя домой, вот после собрания раздать все свои деньги. Вот просто, вот как хотите. Всю свою одежду можете отдать. Если вы считаете это нужным. Но это не значит, что эти люди после этого прибегут в общину и скажут, вот, вот именно вот теперь я стал верующим. Вот теперь именно все хорошо. Потому что гуманизм и Писание, друзья, это два разных полюса жизни. Гуманизм это плод с дерева познания добра и зла. Добро и зло. Вы помните, что там было, да? Добро, оно же добро. Мы все должны творить добро. Но это не дерево жизни. Два дерева росло в саду. Два дерева. Одно дерево жизни. Другое дерево познания добра и зла. Не кушайте с этого дерева. Второго. Не кормите людей с этого дерева. Наша задача, как еврейское и мессианское общение, приносить жизнь в жизни людей. Приносить истину. Она не всегда приятная. Истина звучит часто так. Ты здесь, потому что ты безответственный. Ты в таком духовном состоянии, потому что ты, лично ты, не кто-то другой, а именно ты, дорогой мой, ленишься поднять свою попу и почитать Библию. Ты здесь, потому что ты открыл доступ тем бесам, которые тебя мучают. Ну как же, как же, они пришли, они же, они меня заставили. Никто тебя не заставлял. Ты согласился с порядком вещей. Ты не до крови сражался. Ты не пытался противостать этому и сделать решение в своей жизни. В конце концов, покончить с этим безобразием, покончить с этими болезнями духовными, физическими, эмоциональными. Нет, это вы заставили меня себя так чувствовать, поэтому я на вас ору. Ты орешь, потому что у тебя сердце необрезанное. Ты орешь, потому что ты не умеешь держать свой язык за зубами. Не важно, кто тебя раздражает. Важно то, как ты реагируешь. Болезнь? Болезнь. Жалеть тебя? Большой вопрос. Хочешь меняться? Меняемся. Тогда давай будем делать что-то. Давай будем двигаться в дом отца. Друзья, я верю, что нам нужно не спешить кормить блудного сына. Услышьте меня. Дайте ему вернуться шанс к отцу. Не спешите его кормить. Представьте, что старший брат узнал о ситуации со своим младшим братом. Вот как-то там узнал, что он спустил все свое имение, и он по-тихому начинает ему засылать деньги туда, в дальнюю страну. Скажите, пожалуйста, решила ли бы эта ситуация с младшим братом? Конечно. Правда? Он бы какое-то время еще продержался, ну так, на расстоянии открыто. Может быть, что-то бы он пытался изменить. Но я вам хочу спросить. Он бы вернулся к отцу? Я очень сильно сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. К отцу он вернулся тогда, когда ударился мордой об корыто. Когда он понял, что больше некуда идти. И мы часто действуем, как этот старший брат. Услышьте меня только правильно. Просто услышьте, я вас очень прошу. Не придумывайте то, чего я не говорил. Мы должны помогать людям вернуться к отцу. Но мы не должны кормить гулящих блудных сынов. Если он приходит к вам и говорит, послушай, я хочу вернуться. Я не достоин. Помоги мне. Бежите с ним. Бегите с ним. Хватайте его. И идите вместе. Будьте тем, кто ходатайствует перед отцом. Может быть, знаете, у него не хватает силы прийти, но он хочет. И вы приходите и говорите, послушай, что бы ты сделал, если бы твой сын вернулся? Я бы принял его. Отлично. Он там ждет за кущаками и боится тебе в глаза посмотреть. Я приведу его. Приводи. Улавливаете вашу роль? Да? Вы те, кто должны брать этих людей и приводить к Богу. В этом миссия, в этом цель, в этом призвание еврейской и мессианской общины. Верующих людей. Но вы не должны решать за них все их вопросы, если они не идут. Вы можете, не вопросы. Как я говорил, вы свободный человек. И все, что ваше есть, вы можете раздать. Но думайте о конечной цели. Поможет ли это им приобрести Бога? Я верю, что приходит время, когда мы с вами должны стряхивать в себя вот эти цепи созависимости. Мы должны позволять некоторым людям сталкиваться с последствиями их выбора. Веря, что Бог милостив и поможет им в этой ситуации. Если человек не желает брать ответственность за свою жизнь, если он занят тем, чтобы найти крайнего в своих обстоятельствах, он не готов еще к покаянию. Он не готов к пути Чувы. И не спешите быть его спасителем. Не спешите быть его спасителем. Когда-то рассказывал кто-то, я помню, из тех братьев, которые в свое время прошли, ну, так получилось, что они сидели в тюрьме и там покаялись. И кто-то мне говорил, что в тюрьме нет виноватых людей. Все не виноваты. Случайно произошло. Ну, просто так обстоятельства сложились. И он говорит, верующие люди, это те, которые говорят, я здесь, потому что я виноват. Один тоже там рассказывал, говорит, я здесь сидел в тюрьме, потому что я убил человека. И я заслуженно здесь сижу. Я не ропщу на Бога, но я очень благодарен, что здесь в тюрьме пришли верующие люди, ко мне засвидетельствовали. И я взял ответственность за этот грех. И я взял ответственность за то, где я нахожусь. И поэтому я прилагаю усилия, меняя свою жизнь. Такому человеку обязательно помогайте. Улавливаете разницу, да? Чем, не-не-не, вы шо, я, короче, не виноват. Послушайте, человек, когда находится в тяжелых обстоятельствах, он вам что хочешь расскажет. Лишь бы только что-то ему перепало. Итак, если вы действительно видите шаги, и если вы видите сокрушение в сердце, приложите все усилия, выбегайте навстречу такому человеку, как это сделал отец из притч. Римлянам 14 глава 12 стих говорит следующее. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Увидьте это местописание. Даже если что-то малое мы говорили, Бог приводит наказание в жизнь человека. Каждый из нас даст отчет перед Богом. Позволяйте людям дать отчет за свою жизнь. Позволяйте им сталкиваться иногда с результатами их выбора. Будьте открыты для помощи, но не забывайте о той миссии, которая есть у вас. Наша задача наручиться различать эти пути, которыми мы действительно можем помогать людям. Исследовать им, даже если это иногда выглядит очень и очень странно. Библия, Писание, тот критерий, который должен для нас являться критерием. Не наше сопереживание, не наши эмоции, не телячьи глазки и жалостливые слезы крокодилий. Это не критерий. Послушайте, это не критерий. Хороший аферист, он знаете что? Он вам и сплачет, и станцует, и басню расскажет, и все что угодно вам сделает. Лишь бы вы сделали так, как хочет он. А вы будьте мудрые и не спешите ему в этом помогать. Итак, Второзаконие 11 глава 18-19 стих говорит. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. Иными словами, как мессианская община, мы должны учить друг друга, учить наших детей, как пользоваться Писанием в нашей жизни, как применять Писание, помнить эти места и использовать их в ежедневном нашем хождении перед Господом. И я верю, что мы должны не забывать об ответственности и друг перед другом, и перед Богом. Давайте, друзья, будем скидывать с себя всякое ярмо жертвы, жертвы, и возьмем ответственность за то место, где мы находимся. И начнем двигаться туда, где ждет нас Отец с открытыми объятиями. Перестаньте себя жалеть, перестаньте искать виноватых в той торбе, в которой вы находитесь. Вы станете в один день перед Господом, все будет открыто, и все будет понятно. Так вот, я вам хочу сказать, давайте решать эти вопросы здесь и сейчас, потому что там, после смерти, у нас не будет шанса. Живому есть надежда. И я хотел бы обратиться сегодня тем, кто никогда еще с Господом не примирялся. Я хочу сказать, ваши поступки, ваши грехи, они замечены Господом. И есть последствия, которые, возможно, уже пришли в вашу жизнь, которые, возможно, еще придут. И я призываю вас к тому, чтобы примириться с Богом, оставить это бремя грехов, перестать искать виноватых в своей жизни, покаяться и примириться с Господом, и уповать на Его милость, на Его благодать, что Он может каким-то образом изменять вашу жизнь. И я хочу вам сказать, что мы знаем множество примеров, когда Бог действительно отменял последствия выбора человека. Он может отменить последствия вашей жизни, хоть и не обязан это делать. Он точно открыт вас простить, хоть и не обязан это делать. Давайте мы станем сейчас на ноги. И я хотел бы помолиться с теми, кто никогда не примирялся с Господом. Я хотел бы помолиться вместе с вами. Я верю, что для прихода к Богу необходима вера человека, осознание своих грехов, и вера в то, что есть заместительная жертва, что есть тот, ради которого Он прощает эти грехи. Ишуа, Мессия еврейского народа. Если вы сейчас помолитесь короткой молитвой, с верой, Господь простит вас, простит ваши грехи, приведет вас в свое присутствие. И я верю, что это будет началом вашей жизни и той трансформации, которую Он имеет для вас, изменения, которые Он приготовил для вас. Итак, вы можете просто повторять за мной слова этой молитвы. «Дорогой Господь, я прихожу к Тебе во имя Ишуа Мессии. Я осознаю, что я грешный человек, и я здесь, потому что я согрешил. Я здесь, в том состоянии, в котором я есть, потому что я принимал неправильные решения в течение всей своей жизни. Я огорчал Тебя и не поступал так, как Ты хотел бы, чтобы я поступал. Я прошу, прости меня во имя Ишуа Мессии. Прими меня как сына или дочь. Прими меня в семью свою и помоги мне измениться. И я прошу о том, чтобы Ты помиловал меня и всякие последствия тех грехов, которыми я грешил. Ты поучаствовал в этих последствиях и изменил их на добро, в лучшую сторону. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты принимаешь меня во имя Ишуа Мессии. Во имя Ишуа Мессии. Но также я хотел бы сейчас помолиться за тех, кто осознает, что когда мы говорим о жертве, и я в данном случае говорю в том контексте, как мы разбирали, что я та жертва. Если вы понимаете, что долгое время в вашей жизни вы строили свою жизнь с этим мышлением, что кто-то виноват, а я жертва. И я хочу помолиться за таких людей, если вы хотите избавляться от этого мышления. Если вы хотите брать ответственность, сражаться против греха до крови, сражаться, противостоять этому. Я прошу вас, чтобы вы пришли сюда. И во время того, как будет играть музыка, мы можем еще и поклоняться Господу, мы обязательно помолимся вместе с вами. Послушайте, это серьезно. Верите вы в это или нет? Нет, это правда. Верите вы в это или нет? Результаты будут. Хотите вы или не хотите? Они будут в вашей жизни. Поэтому я призываю вас, выходите, и мы помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok